Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Номер 417. События дня. Матфея 19,8. А сначала не было так. За 1 февраля 2017 года. Вы знаете, не было так. Что не возьмешь сейчас, все не так было. Мы как-то стали в лагере разбирать 28 глав деяния апостолов. Как есть и как надо. Как было в апостольские времена. Буквально ничего нету сегодня того. Даже самое простое. Проститься с архиереем нельзя, как с апостолом, что падали на шею и целовали его. Нет этого. И когда приходил, говорил, что Бог через него совершил. Архиерея об этом не может сказать. А он ничего не совершил. Поедет, чтобы не забыть ему шапку эту, корзинку на голову, красивую. Палочку не взять с собой. А палочки-то ничего и нет. Я сижу с архиереем с одним и говорю. Раньше хоть как-то в пустотелой палочке сумели шелкопрядов с Китая вывезти. А сегодня вообще у вас ничего нету. Ты не ударить ей не можешь. Вот он перед тобой стоит. Грабитель. Как епископ Масендич говорил, Антоний. Я посылаю работать, говорит, а они воруют. То есть денег не хватало. Тут из-за денег такая борьба была. Он наложил оброг, а они восстали. Восстали. Тут был благощинный и все. Тут воевали они. Жгли костры. А эти ОМОН наняли. Еще только не делали они. Священники штурмовали. Новоалтайский. Атакала Барнаула здесь. И все это телевидение снимало. Из-за чего? Деньги не поделили. Тут такая война была. Там Новогеоргиевский храм строили они. Он архиерей мне близко был. Знакомый где-то. У меня сразу приехали оттуда священники. Приезжайте, помогите. А до этого видно, что они очень-то расположены были. Я поехал и там был у них. Я посмотрел все и сказал. Примиритесь. Принесите покаяние. Прекратите это. А здесь архиерей. Выходили мы, беседовали с ним. И он мне говорит, что делать? Тут такая обстановка ужасная просто. Я говорю, прости их. Как, вызови их? А я уже там побыл. Кажется, не один раз. И когда они собрали, здесь была пурга, а я на улице стоял, а он внутри храма. Там разборка была. Эти принесли покаяние. А он простил. И они оттуда, как их катапульпы выброшенные, выскакивают ко мне, подбегают. Все. Снял с нас запрещение. Он запретил их служение. Храм закрыли, запечатали, чтобы отнять-то. И он выходит оттуда, такой растерянный, он такой был, спузатый. Я не пойму, то ли, как будто бы победа какая-то одержана. Они такие, я говорю, победа. И завтра они напечатали в газете, победа. Ну не они там, мирская газета. Как будто бы медведи нашли берлоги, его расшевелили, а потом его прокололи. Вот такое впечатление было. Это тут все это было. А серый кардинал, Войтович отец Николай, сидел и только наблюдал. Он не участвует, но он направлял. И с той, и с другой стороны. Как Труман говорил, будут помогать, убивать больше немцев, русских, помогать русским. Если русские будут одолевать, помогать немцам. Чем больше убивают друг друга, тем больше нам пользы. Вот и все. И в церкви точно такая же история была. Юрий Соболев, добрый вечер, Игнатий Тихонович. Рассудите, пожалуйста, во свете Библии. Тема эта не утихает уже более недели. Вчера я вам задавал этот вопрос в беседе. Вы ответили, но мне важен в этом вопросе следующий аспект. Ибо вновь сегодня в него уперлись. И уперлись очень серьезно. Он преподает в государственном университете, в государственной академии, в городе Красноярск. И при церкви ведет занятия, группы разные. И вот это там церковное. Когда вновь была поднята тема платка, я привел место, известное место об этом. 1 Коринфянам 11.56. Далее сослался на отца Геннадия Фаста. Я присутствовал при этих словах его. Что если женщина молится с непокрытой головой, Бог ее молитву не слышит. Ибо ангелы не доносят такую молитву до Бога. Тавитов 12.1.5. Откровение 8.3. Так как нет знака для них, ибо эта женщина пребывает в нечестии. А мы помним. Иоанна 9.31. По всему преткновение об этом вопросе ребром. Слышит Бог молитву женщины без платка или нет? Во свете Библии и святых отцов. Под скриптом. Если вас не затруднит, Игнатий Тихонович, дайте краткий ответ сюда. А то пока дождусь выхода... Выхода. Выхода. Выхода в свет событий за сегодняшнее число, мы тут можем столько копий переломать. Спаси Христов. Понятно, с чем обращаются. Мой ответ. Игла. Игнатий Лапкин. К сказанному вами ничего добавить не имею. Тут все сказано. А что ангелы не слышат молитву такую, когда женщины молятся с непокрытой головой, этого я не говорил. А то, что непослушание этому указанию показывает дерзость, и это восходит до ангелов. Разве этого мало? И дальше. И блаженный теофилакт говорит. Зачем же постужаем голову свою? Тем, что объявляет голову каким-то изгнанникам, отступившись от веренным ей Богом власти. Зная также, что мужу воспрещают быть покрытым, как сказано во время молитвы и пророчества. А жене воспрещают быть не только в это, но и в другое всякое время. А этот за столом сидит в шапке священник. Священники, они не мужчины, они не люди. А кто тогда они? Написано муж с покрытой головой. Зачем церкви в храме там и на патриархе на всех шапке-то стоят? Они не молятся. Они красуются. Согласно этому нельзя молиться. Ибо всего он желает, когда говорит, ибо это то же, как если бы она была обритая. Как быть обритой ей всегда стыдно, так и быть не покрытой стыдно всегда же. Волосы заменяют собой покрывало. Посему снимающее из себя покрывало похоже на снявшие из себя волосы. Вот на что она похожа. Первое корифорима 96. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть не стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. А ей не стыдно, они все острижены, челки у них там, косу или что-то, волосы. Все буквально. Толкование продолжает доказывать, что быть не покрытой сходно с тем, что быть остриженной. И как стыдно последнее, то стыдно и первое. Всем этим выражают, что женщине всегда стыдно быть не покрытой. Не покрытой всегда. У нас закон по Теряевке принятый устав. И сколько там было через это неприятностей. Грунтует и все. 1 Коринфянам 11.7 Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Жена слава мужа. Все-таки большая разница. Толкование. Первой причиной выставил то, что муж имеет главой Христа. И посему не должен покрываться. Теперь представляет и другую причину. Что он есть слава Божия. То есть наместник Божий и образ его. То есть не папа римский наместник, а каждый мужчина наместник. А вот еще суть-то в чем. И они не понимают этого. Когда он назвал наместник, а я не согласен. Ну это уже не согласие, оно с тобой останется. По всему представителю власти, царя всех, должен являться пред него со знаком этой власти. То есть с непокрытой головой. Интересно, когда говорит здесь жена, говорит, так это не замужняя. Когда у старобрядцев покрывает девочек полголовы открыто. Ну смотри, я не замужем, чтобы не засидеться. Ну тогда мужчина о муже говорит. Если женщина замужняя, тогда один тот же стих. Это жена, это выходит, это муж не женатый. Тогда мальчик может быть в шапке. Ну дальше маленько, чуть-чуть мозгами шевельнуть. Ибо она служит знаком, что муж не подвластен никому из земных, но сам господствует над всем, как образ Божий. А жена ей слава мужа, то есть подчинена мужу. Посему и являться ей должно со знаком подчинения. А таким знаком служит иметь покрытую голову. Знак, если она без подка, это означает мужа не слушается и не молится. И вот я гляжу, там у Осипа сидят без подков. Ну вы-то скажите, он не может в брюхах сидят, он ничего, он только самоуслаждается, говорит, трещит. Смотрю, в храме такой голосистый батюшка говорит, а из храма в храм выходит мерзость одна. Хлещет поток, как пульпа какая. У нас в общинах этому правилу с церквей древней следуют все и никогда и нигде нет противоречия. И где бы я ни был, а проехали мы от Владивостока и до Порта Находка. Где до Порта? Ты зачем добавляешь там? А, и Порта Находка, до Лиссабона, более 600 библиотек и домов культуры. И везде говорил про это, и совершенно незнакомые мне женщины тут же надевали платки. Что интересно, ничего нет, да хоть чем-то прикроет голову. Противоречий ни одного ни разу нигде не было. Которые в церковь ходят, те противоречия, а сатана сразу их хватает здесь. Что это за непослушницы у вас? Стыдите их и не позволяйте молиться с вами без платков. Платки должны быть всегда на голове христианки, как у мусульманок. Вы мусульманок найдите без платка, настоящие, которые мусульмане-то. Не узбеки тут. Юрий Соболев, крепко обнимаю и благодарю, Игнатий Тихонович. Спаси Христос. А то, что непослушницы, так то новенькие, они и спровоцировали. Но мне это и на пользу, упражняться в свидетельстве слова и назидания. Вот как хорошо. Алена С. Игнатий Тихонович, добрый вечер. Мне пришло уведомление, что книги на почте. Завтра пойду получать. Как быстро работает наша почта. Завтра напишу, как заберу. Спаси Христос. Видите, какие радостные известия получаем. Но я скрываю ее фамилию, потому что недруги сразу кидаются. А что интересно, у Веры, которая в бабки в Лаиле, был один злобнейший человек, Скуратов-Малюта, который задушил митрополита Филиппа Колычева. Ну а как это, к чему говорите? К тому, что это разные Скуратовские возникают. Генеральный прокурор России. Скуратовский. Ну, почему там не стоит еще какой-то, а почему? Все к подобному складывается. Все. Вот какой есть где-то подобное, дальше в прадедах было, это туда идет. И сегодня вот встречаются Скуратовские, совершенно как бешеные, кровожадные какие-то звери. Кидается. Вот на меня нападали, иначе в лагере были, так он просто лопается с Филадельфой один. Наконец-то, наконец-то, бейте его там. Ну какой же это верующий-то? Добивайте его там. Это от Бога, что на вас нападают-то. И он причащается и ходит. Почему? Это природное у него идет оттуда, демоническое. От Скуратовский. Я исследовал и теперь нахожу подтверждение этого. Бабки Лайд, если была та сторона, то и это. Если родственники имели хоть кто-то отношение к сатане, обязательно сатанинское в тебе будет. И надо бороться день и ночь с этим. А не просто так отмахнуться и нету. Да и притом исследовать надо до конца. Ну и показать наши ресурсы. Наши ресурсы. Это первое. Мой мир. Вот я показать хочу. Вот кто-то пришел. Лайла Гавриловна. Что предлагает дружбу? Как я принимаю дружбу? Смотрите. Вот она с мужем стоит. Если фотография есть, я уже начинаю работать по ней. Открываю. Кто? Лайла Гаврилова. Почему Лайла? Что за имя? Что у нее есть? Вот одну. Ничего нету. Ну может быть только пришла. Ну мужчина конечно неправильно, что женщину поставил справа. Но она не член церкви-то без платка. Но ничего такого нету. Без очков темных. Вполне можно принять, что она уже к себе наши ролики даже перетаскивала. Вот она где есть. Даже перетащила один ролик. Ну что теперь? Я приму ее. Но перед этим я не просто приму, а пошлю ей данные наши. Вот наш сайт. Я его выделяю. Ctrl-S. Копирую. И снова перехожу сюда. Теперь написать... Нет. Неправильно. Сначала принять дружбу. Была 1 февраля, значит. И написать. Вот теперь я вставляю Ctrl-V. Enter. И она получила от нас, что хотела. Теперь снова заходим в мой мир. Отсюда в друзья просится. О, ушла. В друзья. Кто такой? Наталья Чернова. Сейчас мы посмотрим. Кто такой Наталья Чернова. Что у ней? На статуе льва. Ну конечно в брюках видно. Ну и что? Стриженная. Но ничего такого нету. Лицо открытое сюда. А остальное мы будем с ней работать. Ну и что? Посмотреть маленько. Маленько. Нет ли у нее каких тут недобрых? Ну играет. Играет, значит ничего не будет. Потом я ей напишу про игру. Что это вредно. И отнимает совесть и мозги. Калеки духовные будете. Теперь написать. Ей точно так же вставляю посылку. Вот все. И все. Все. Теперь опять возвращаемся на свой ресурс. Вот у нас где есть. Ну тут что у нас было. Я все переношу с нашего ютуба. И вот ленточный форум. Я сразу смотрю. Что? Валерий и Дмитриев. Главное, что уже чуть ли не неделю нету роботов. Я открываю его лично и смотрю. Действительно ли это человек? Да. Он говорит дух православный. Украина. Мужчина. Похоже не робот. Ну и что? Ну и принять. Пусть будет. Дальше. Наш. Так я не показал, как выглядит. Сейчас я покажу. Вот как выглядит наш форум. Православный форум. Семь лет назад открытый был. Очень богатый. 1602 темы. Дальше. Вот. Посмотрим православный видеоканал. Вот сегодня я немножко поставил шесть роликов от Явлопестии. Будут другие номера. От них пришло письмо. От его детей только что пришло мне. И поэтому я показал, что о нем я упоминаю там 60, кажется, раз только в своих книгах. Ну и какие на эти ответы были. Потом дальше будем насчитывать нашу переписку с ним. Я переписывался с ним. Ну и вот дальше остальные виды. Ну и последнее. Самый большой ресурс. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Самое ценное, я считаю, во всех ресурсах. Это ответы. Ответы по темам. 55 папок, 55 тем. Ну и одна из них, это церковь. Это что, таким бордовым светом? Это уже отвеченные вопросы. Вот следующие. Так, вот Ctrl-A. Ctrl-S. Скопировали. И переходим в бордовскую систему. Так. Мне это мешает. Вот оно где. Ctrl-V. Контр-Лаза активировать на 20-й размер шрифта. Все. Выехали. Начинаем. Вопрос 3453-й. Вопрос 3453-й. В 21-й том открытым оком. Некоторые из тех, кто не пошел на объединение с патриархией, уже вышли в греческую старостильную церковь. Не хотели бы вы с ними поближе познакомиться и войти к ним? Ответ. Познакомиться можно, а вот быть с ними заодно для нашей общины равносильно смерти. У грека вообще мало или нет совсем понятия о евангельской вере. Но при том же они раздробились на разные всякие, особенно старостильные, нетерпимые, против всех и вся. И они меняют себя богоизборной кастой со своим выдуманным ими богом, которого нарисовали их греческие монахи. Но библейский бог и близко не похож на их бога ни любви. Мне приходилось начитывать на пленки жития святых, и резко бросается в глаза огромная разница между христианством на западе и христианством на востоке, еще задолго до их разделения. Восток непрерывно потрясала борьба внутри себя, борьба за ереси, борьба против ересей. Почему Запад был почти освободен от этой борьбы и за разрушением глобальных споров обращались не в Иерусалим, не в Константинополь, а совершенно напротив. Даже из этих городов слали депеши о помощи в Рим. Вот удивительное дело, и Златоусту даже писал, когда был в ссылке. То есть они сами выписали папу. А не кто-то, а такие страдальцы, как Иоанн Златоуст. И так было целые века, до 1054 года, между восточным пониманием и западным. И даже каноны специально изобрели, чтобы не обращались за море к римскому первоиерарху. Карфагенский собор, правило 37. Вы понимали, что не так. Живет здесь, а сейчас бы я за разрешением к Дональду писал письма. Придумали европейский суд. Он еще умнее нашего. Одним основным сидят в нем. Правило также 138. Причина же есть к тому, нетерпимость ко всякому проявлению свободы духа. Все это и заглушило и убило монашество на Востоке, где народилось мусульманство. Мусульманство-то здесь народилось, а не на Западе. А кто не говорит? Да никто нигде не говорит. А почему вы говорите? Внутри горит меня огонь. Это как раз и привело к этому. И император друг друга свергает, ослепляет, кастрирует детей. Где? В Восточной Церкви. Греки. Откуда наша вера пришла? В причине возникновения мусульманства виновны не просто монахи, а именно греческие. Именно Византия, а не Рим. Если посмотреть в истории, то увидим, что они ждали. Греческие монахи русские после крещения Руси. Митрополит Исидор, бывший на Флоридийском соборе, твердо держался в своей подписи, что признал главенство Папы в 1440 году. Великий князь Василий арестовал Исидора, и его свергли и заключили. Но Исидор бежал из-под стражи сначала в Тверь, потом в Литву и в Рим. Князь Василий послал грамоту в Царьград, чтобы было дозволено избирать и поставлять собором восточных епископов митрополита на Руси. Но 16 февраля 1446 года великий князь Василий был захвачен Дмитрием Шемякою и ослеплен. 16 февраля 1446 года прозван Василием Темным, но Шемяко был позже свергнут и умер от яда. Основываясь на правилах соборов и на примерах бывших прежде, собор пастырей в России 5 декабря 1448 года впервые сам без греческих патриархов возвел митрополиты Иону на престол в Киеве. В 1453 году Константинополь пал перед Магометанами. Страдания церкви греческой были невообразимы. Русским только тогда и было даровано право избирать самим и поставлять из себя предосвятителей без уведомления Константинополя. Совершенно самостоятельно. Никак не давали самостоятельность. Никак. Только через нас. И благодатный епископ, и Россия, и тут больше... Никак. Греки властолюбивые. И вот разные мощи, и оттуда все эти кости плывут. Итак, от первого митрополита Михаила, грека, на Руси с 988 году по 1448 год, прошло 460 лет, прежде чем Русь с большим трудом сумела вырваться из тисков опеки греческих патриархов. Это я пишу. Которые никогда и никому не давали свободы. И сегодня снова шагнуть назад через тысячелетия, обратно, чтобы подпасть под греков. Только уж совсем малохольный или неизлечимо тупой невежда может говорить о приходах греков. Да еще и самых замшелых старостильников на территории Руси. Те, кто добровольно надевает греческое ярмо несвободы, будут молчаливее без болотных рыб. Они не только не будут благовествовать о Христе, но будут, как и их учителя, свирепо и люто гнать проповедников. Будут биться за старый стиль, бессловестно попирать все, что имели здесь. Будут отрицая благодать у всех. Кроме своих кириков, это кириков звать епископа. Которые, быть может, за свою кухолу давным-давно безблагодатны и отвержены самим Богом. Они поставили на Руси своих 34 первосвятителей. И только 35-й иона был возведен своими епископами. 22 из них позже были причислены к лику святых. Какие данные? Где ты найдешь их? 16-й митрополит, поставленный на первосвятительскую кафедру русскими епископами, считая Сеоны, был 23 января 1589 года. Посвящен 1-й патриарха на Руси. Как непросто это удалось русским. Константинополь привык держать русскую церковь в подчинении себе. Алексей II, возведенный патриархой 10 июня по новому стилю, в 1990 году стал 15-й патриархом. Но было еще два местоблестителя и во время Синода. 1721 по 1918 год. Два патриарха были канонизированы. Греческие старостильники очень уж напоминают иудеев, которые во все окрестные народы донесли не веру в грядущую мессию, а в то, что они настолько святы, что им и на бытовом уровне запрещено знаться со самарянами. Иоанна 4.9. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. 8.48. На это иудеи отвечали ему. Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Во Христе бес. Думали они, что говорят или нет? Тот, который ангел сотворил, которые превратились в бесов, которые связали. Ну что, думали они? Нет, не думали. Потому что у них уже там заблокировано было. Одержимые бесами, имеющие отцом своим дьяволом, именем самарянина, поносили креста, может быть, и как новостильника от рождения, которого вообще пошел новостиль в летоисчислении. Старостильные греки безумно высокого мнения о своей замшелости. Они даже в мыслях не допускают, что самарянин может быть лучше их, хотя живет совершенно по другому календарю. Он оказался в рассказе Иисуса и добрее, и общительнее, и милосерднее. Можно только чуточку представить, какого унижения натерпелись русские люди за 460 лет. Как морщились князья, когда раз за разом, 34 раза, приходилось по смерти первосвятителя снова слать гонцов и подарки в Грецию, чтобы за границу снова привезли им или поставила здешнего митрополита. В времена же апостолов было все совершенно напротив. Вот апостол Павел поставил тита епископом на острове Крите. И это уже совершенно отдельная автономия, готовая автокефальность. Евангелист Марк заходит в город Александрию. Там обращается в христианство сапожник и тут же ставит его в епископы. А сына его, пресвитеры, идет дальше. Тут уже целая патриархия Александрийская. Никаких мифическо-канонических территорий никто не видел и не знал. Весь мир открыт всем для благовестия. Запрет на благовестие под знаком мифической канонической территориальной неприкосновенности есть психология собаки. Сама не я съем и другому не дам. Исай 56.10. Могут ли мне простить это монахи-священники? Вот это я говорю студентам в университетах. Стражи их слепы. Все. И неверны. Да. Все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Бредят, бредящие лежа. Бредящие лежа. Только через 460 томительных лет русская церковь смогла вывернуться из-под зависимости греческой церкви, ее жадности, властолюбия и канонической лжи. О чем говорили наши предки, церковные деятели, когда вновь и вновь собирали в депутации за монопольными владельцами благодати, которые стерегли ее у себя пуще, чем кощей свою смерть. Сколько было разговоров опасливых, унизительных. Все же понимали, что русская церковь большая по количеству, больше по количеству, что русские более способны к развитию, не связаны просторами земли. Люди, которые сегодня склоняются по домофор греков, да еще и старостильных, совсем уже мертвы в деле проповеди. Им или это нужно, или дьявол гонит в тьму веков от бравства их на тысячу лет назад. Лука 10.33 Самарянин же некто, проезжаемый, нашел на него и, увидев его, сжалился. Исайя 13.11 Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Тихотворение. С панагият тут вождь или вожь, конечно, без внешнего черного грима. Листецы, криминалы, попы и кадеты, благословение ищут утробно. А если по сути, как много раздетых, одежда же есть доброта или злоба. Яд прыснут в заимно погибельный был, и будет расплата, она не замедлит. Их черви при жизни сожрут на распыл. Кто первый в фаворе, тот станет последним. Льстецо, прихлебатель, лицом, комарилин Шикует при войнах, репрессиях страшных Всех непокорных в гулаге сморили При благоухании тюремной параша Молчание, первая к жизни ступенька Ее одолеет не каждый молчун Не с нами кто прочь, и поставили к стенке Такая кольчушка не всем по плечу Жить не по лжи, отойти от плакатов Домашним и ближним о том толковать А всем лицемерам досуто блокать бы В ладошки похлопать и сонно клевать На третьей высшей ступени пророки Их гневные речи, что вкупе с просплатой Не стерлись, не сгинули, сверим посрочно Для всех лицемеров пыть сани раскаты Так, о чем? Там старостильники или просто греки Давай, то есть нас, чтобы мы ушли к старостильникам Церковь, старостильники Вот, старостильники Снова мы заходим Возвращаемся Скрываем Вот Это Небольшое Мы так просто сразу Заактивировали и скопировали Активировали, то есть черным Вот покрывается все Снова открываем Оп, это не то открыл Вот надо повыше Теперь увеличить надо, чтобы можно было считать Легко и видно было Можно было бы сделать все жирно, но ладно Вопрос 3459, 22 том открытым оком Слышал выражение Уста Златоуста, уста Павловы Уста Павловы, уста Христовы Что из этого следует? Ответ Во-первых, это не библейское изречение И поэтому весьма осторожно его нужно воспринимать Если вторую часть еще можно как-то согласовать Со Священным Писанием То первую никак Кроме как сверяю со сказанным апостолом Павлом Во всех его 14 посланиях И с тем, что говорил и делал По описанному в деяниях апостолов Сей муж 1 Коринфянам 4, 16 Посему умоляю вас Подражайте мне, как я Христу 1 Коринфянам 11, 1 Будьте подражателями мне, как я Христу Филиппийцам 3, 12 Говорю так не потому, чтобы я уже достиг Или усовершился Но стремлюсь Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус Если человек живет в Духе Святом Имеет близкие отношения с Богом То вступает в силу обетования Еговы 2 Законие 18, 18 Я воздвигну им пророка из среды вратьевых Такого, как ты И вложу слова мои в уста его И он будет говорить им все, что я повелю ему Исайя 51, 16 И я вложу слова мои в уста твои И тенью руки мои покрой тебя Иезекииль 36, 27 Вложу внутрь вас Дух мой И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих И уста вы мои будете соблюдать и выполнять 1 Коринфянам 7, 40 Думаю и я имею Духа Божия А вот относительно того, что Иоанн Златоуст говорил точно так же И о том же, что и апостол Павел Вот это уже никак нельзя утверждать Златоуст много слов говорит в защиту монашества Их уединение То есть восхваляет то, что совершенно противоречит словам и Христа И апостола Павла Это мой любимый Златоуст И говорите так, но это соответствует и это действительно так Так что Иоанн Златоуст далеко не апостол Павел Хотя он величайший проповедник за первые века христианства А вывод из того изречения Какое вы спривели Совсем даже не христианский делают Следуя этому выражению Можно в два счета нарваться на слова Божие Угрожающие тому, кто поступает не по его словам Точно так же ссылаются на каноны соборов Или на правила Василия Великого И пытаются чуть ли не приравнять их к словам библейским Тут даже и рассуждать не нужно А просто рассмеяться и отойти от этих своих словов В правилах много такого заложено Что никогда не выполнялось и не допускалось Чтобы кто-то боролся за точное их исполнение Псалом 118, 113 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю Исайя 8, 20 Вот это вымыслы ненавидеть, а закон любить Не просто эти слова Ты должен любить Обращайтесь к закону и откровению Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света Стихотворение Как не хватает ныне полотна Ни здешнего, ни знамого сорта Апостол Петр голодный был полдня Пока еду готовят с голоду приперло И полотно с небес, а в нем животных, крылатых птиц и гадов ядовитых Совсем-совсем для пищи непригодных Раздался голос, закали их Петр ужаснулся Может, рот зажал Да я же правоверный иудей И не по мыслю, чтобы взять кинжал Зарезать скверну Рассмешить людей И вдруг глагол, какого не слыхал Повелевает тварь всю не считать нечистой Такое есть Да разве я нахал? Глаза закрыл и зубы крепче стиснул Но повеление раз за разом было трижды Бьет по презрительному отношению к людям То полотно, как бы сегодня вижу Пошло презрение к иудеям, может быть, отсюда Так закали же, взявши слово меч Не бойся осквернить себя их кровью Ешь с послушанием Сытым сможешь лечь Не трепещи в обрядах, словно кролик За расшифровкой надо бы напоройти С посыльными туда, где ждет Корнилий Путь благовестию никто не запретит Отцов родивших дети там кормили Попу иному или же монаху На кровлю в голоде Ни разу не зашедшим Не хочется идти туда Где зверством пахнет Идти к таким Я разве сумасшедший? Смотрю на крышу Голову задравшую Такая пустота там Просто жуть Сидит отшельник С чечевичной кашей На полотне рогочки Кривляется, как шут Понятно? Первая, на шестой, седьмая Не охота засмеяться Так, а что бречь? Ой Ну там уста Павлова, уста Там Во, 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 во Так Так и напиши Церковь Уста Павлова И Златоустова Снова Берем следующую Видите, как мы берем Есть что брать Вот новый вопрос Ctrl-A Выделяю Ctrl-S Копирую Прикрываю Захожу в борт Ctrl-V Вставляю Ctrl-A Активирую И на 20-й номер Переводим Бегунком Ставим на первую Страничку Давай, считай Никита Вопрос 3463 22-й том Открытым оком Проводил ли кто Отследование По канонам И правилам церковным Чтобы видеть Что сходится с Библией А что вовсе не с Писанием То есть Я провел Жития По воскресе С Библии 1173 Жития 12 книг Дмитрий Ростовский А мне говорят Вы Богослужение Разберите Что у нас По слову Божию Эээ нет Не обманешь Тут я отступаюсь И никогда туда не сундусь Почему алтарь Я боюсь Ну вы же все это делали И повторяю Алтарь Это не моя территория Туда я не в позже А здесь можно Каноны посмотреть Потому что В алтаре их и не бывает Канонов этих Ответ Думаю Что никто И никогда Потому что Библию спрятали И каноны Не на слуху Вот и все Причина какая Ни того ни другого нет Я сам Провел исследование По словам и буквам В Библии И это же самое Попытался сделать И с канонами И правилами Святых Отцов Что вошли В книгу правил По количеству Бух Книга правил Меньше Нового Завета В 2,3 раза Это данные Не Осип Никто не скажет Он не знает даже Я люблю математику Чтоб представляли И вот что получается В Новом Завете Нет ни одного Проклятия Кому бы то ни было От христиан Хотя слова Проклятия Проклинать Встречаются В Новом Завете 13 раз Но наши уста Не должны Оскверняться этим Иаков 3,10 Из тех же уст Исходит Благословение Проклятия Не должно Братья мои Всему так быть Римлянам 12,14 Благословляйте Гонителей ваших Благословляйте А не проклинайте Вот мне вопрос задали Посмотри Какая проделана Была работа Будут сегодня Это священники Которые любят Там красоваться Записывать что-то Да нет Он и не знает И не знает Как это исследовать Да и будет озираться Сто раз Хотя конечно же Были и будут Те кто проклят Творить дела Достойные того Чтобы этих людей Все проклинали Как убийцы Насильников Как злых Грабителей Правителей Евреям 6,8 Производящая Тернии И волчцы Негодно И близка К проклятию Которого Конец Сожжение 2 Петра 2,14 Сердце их Приучено К любостяжанию Это сыны Проклятия Так как Мы уже Освобождены От клятвы Закона И сделали Сынами Благословения То и характер У нас Должен быть Подобен тем Кто будет жить Со Христом Где нет Проклятых Откровение 22,3 И ничего уже не будет Проклятого Но престол Бога И Агнца Будет в нем И рабы его Будут служить ему Это проклятие Что его не будет Проклятие Они сегодня Проклинают И проклинают И Анафемию Придают В книге же Правил 47 клятв То есть проклятие Сравнивать Даже не с чем С нулем Можно сравнить И бесконечность И все равно Не высветить Свою пользу Ни процента Слово Анафема В Новом Завете Упоминается Всего 4 раза Констатация Факта Признания Иисуса Господом Всущего Фраза Которая Закроет Уста Хулы На всех Спасителя Единого Святой Троицы Так православно Мыслили Всегда 1 Коринфянам 12.3 Потому Сказываю вам Что никто Говорящий Духом Божиим Не произнесет Анафемы На Иисуса И никто Не может Назвать Иисуса Господом Как только Духом Святым И на тех Кто не любит Христа И его учения Кто искажает Евангельскую Весть 1 Коринфянам 16.22 Кто не любит Иисуса Господа Христа Анафема Маранафа Галатам 1.89 Но если бы даже мы Или ангел С неба Стал благовествовать вам Не то что мы Благовествовали вам Да будет Анафема Как прежде мы сказали Так и теперь Еще говорю Кто благовествует Вам не то что вы Приняли Да будет Анафема Сравни это С 23 анафемами В книге Правил И скажешь Что накладывавшие Эти анафемы Не держали в руках Слово Божие Столько и воскликнешь Со Христом Лука 9.55 Не знаете Какого вы духа Слово Отлучить В Новом Завете Только в том смысле Что никто Никогда От Христа Не отлучит Римляна 8.35 Никто не отлучит Нас от любви Божьей Скорбь Или теснота Или гонение Или голод Или ногота Или опасность Или меч И 68 раз Грозят отлучением Непокорным церковным правилам В книге правил Слово благовестия В Новом Завете 100 раз А в книге правил 4 раза И при том Не на благовестие зовут А просто по тексту слова В Новом Завете Слово проповедовать 112 раз В книге правил 18 раз Монастырь В монастырь В Новом Завете Ни разу В книге правил 129 раз Ну что сравнивать Одинаковые Вот данные Какие я выдаю Пожалуйста Ни разу И 129 В книге правил Находятся Апостольские правила 85 правил 7 вселенских соборов 190 правил 9 поместных соборов 333 правила Из святых отцов 11 11 святых отцов 172 правила Из которых Одному Василию Великому Принадлежит 92 правила Ну два такие у него 90 Ну два у него там В скобках И о чем же эти правила У Василия Великого Речь о монашестве И о церковных прещениях Карах занимает Большую часть Его обширных правил Среди святых отцов Василий Великий Своего рода Как апостол Павел В Новом Завете Только апостол Все посвятил церкви Проповеди А Василий Основание монастырей И обуздание Нечестивой паствы Убийц Прелебодеев Обортниц Еретиков Раскольников Изменников Правила Василия И послания Павла Разнятся Как нора Глубоко под землей И небо синее Если бы Василий Великий Был пророк И благовестник А не был подобен Фиксирующему Церковные нарушения И преступления То он бы увидел Что будет С его пустыней И с его монастырями И если бы Уже тогда Бог Иегова Показал ему Что это Все за то Что он Не организовал Курсы по изучению Библии Курсы по подготовке Проблаговестников За то Что образовал Монастыри И тем заблокировал Тысячи лучших Бойцов Христовых Он бы Умер от страха Не дожив До своих 48 лет Отступники Еретики Раскольники Самочинники Все хватаются За правила Первой силы Великого А оно то Как раз Их Их зажимает Кавычки открыты Посему Хотя Великий Денисий И не приметил Всего Но нам Не должно Соблюдать Подражание Неправильному Ибо Нелепость Сама собой Явна и ясна Для всех Имеющих Хотя несколько Рассуждений Не важно Что там правило Не важно Что святой отец Сказал Нелепость Говорит Еще ты Перед ними Умираешь Ну не вышли же они Слово Божие Библия говоришь Новое внимание А сказал Такой то Да ты его Смерть Священным Писанием Тогда и открытий Не было Ничего они не знали Дальнейшее Показалось Раскрылось Я занимался Исследованием Правил Три года Приводил их На русский язык Составлял на них Симфонию И находил Все погрешности Против правил Хотя правил Ныне В книге Правил 695 Но при Патриархе Иосифе Их было Считая Свистиньяновыми В 986 Правил Позже Было издано Без них 719 Правил Из них Ныне Повсеместно Явно Умышленно Совершенным Пренебрежением Правилами Нарушается В каждой Церкви 413 Правил То есть 57% От общего числа Как-то Отец Кирилл Сахаров Чуть ли не Упрекнул Меня Что у меня Нет целостности А какая-то Раздвоенность Он это точно Подметил По своему Разумению При таком моем понимании Исключительной важности И приоритета Писания Во всем И над всем И критике Предания Правил церковных Я должен был Вообще забыть Про книгу Правил Но тут как раз Все наоборот Я стою За исполнение Всех Правил Доколе Они Не отменены Конечно Если только Они не противоречат Священному Писанию Исайя 28 13 И стало у них Словом Господа Заповедь На заповедь Правила На правила Правила На правила Тут немного Там немного Так что Не пойдут И упадут Навзнич И разобьются И попадут В сеть И будут уловлены Как хорошо Что есть у нас душа Отдельная субстанция И в ней вся суть О чем закончим Душеньки решать Благоволит Господь В Адама в труп Вдохнуть Я человек Не зверь Не таракан И не бездушный Горе-адвентист Отвергший душу Он о том пропал И на слова мои Сектант не злись Душа собой оживляет тело Такое теплое Приятное и ныне А без души Хотя и будет целым Опять в прах превратиться Станет глиной С душевным человеком Поговорить не грех Душа через глаза Лучится добротой Бывает мечет молнии И попаляет всех Но отчего столь разные Поговорим про то Душа бессмертная Есть бестелесый дух Ей жизнь предназначена В определенном теле Над телом Вырастет крапива и лопух Душа не уничтожится Но остается целой Очаг домашний Женщинам хранить А за добычей Пусть гоняются Мужчины Душа бесполая Поставим то на вид Она внутри А тело лишь Лещинка Обычное в привычном В оболочке С по оболочке Суде А это Гроб украшенный Ходячий Под внешностью Апостольской Иуда Душа в конвульсиях В нем на исходе Плачет Христос За душу Умер Тело же Попутно Последний день Воскреснет Соединясь Душой Архангельская Трубой Последний Разбудит Вот это Будет Для атеистов Шок Душа Вознится В каждой Колеснице А вот же Дух Святой Натягивает Пусть Что было Где по смерти Прислониться Нас всех Себе Зовет Господь Иисус Восьмое Шестое На седьмое Игла Так о чем Не знаю Каноны Может написать Каноны Каноны Церковь И каноны Так у нас еще Время есть Это часовая Программа Ежедневная И мы Ее Выполняем Вопросы Готовы У меня Богатство Неисчерпаемое Ну вот Это Вопрос Это Даже Вот так Просто Проведу Курсором И все И Ctrl S Закрыть Ctrl V Подставить Выделить Увеличить Просчитать Понять Донести Это я все Говорил По радио Или В университетах С кафедры Вопрос 3465 22 Том Открытым оком Как Относитесь К тем Кто был Никаким Посещая Православную Церковь Но стал Ходить К католикам И что-то В человеке Изменилось Он стал Чаще Ходить К ним На службу Ответ Мое мнение Может И не Понравиться Многим Я признаю Их за церковь Но со многими Заблуждениями Вот совсем Новые журналы Их Католические Меня спросили У меня Католические журналы Спросили про баптистов У меня Баптистские журналы Иеговисты У меня Пачка Вон они Лежат Где-то Их Новый перевод Есть Не просто так Бряк на тебя Сказал Доказательства Должны быть Святая радость Молодежный Католический Журнал Кредо Верую Настолько же Все неприемлемо Мною Вот видишь Как Священник Моет Женщинам Ноги А сам По форме Одет Все бритые Женщины Девчонки В штанах Сережками Полураздеты Молятся Бесплатков Так чем Тогда они Отличаются От мира Понятно Я признаю За церковь Несмотря на это Да у нас Таких даже Во двор Не пустят Пока Они Переоденутся Вот у нас Приезжали От Георгия Кочеткова Целая группа Из Москвы Очень известный Священник И они Говорят Мы тут Переоделись Там То ли Краску Стерли Чтобы у вас Зайти сюда Можно было У нас Даже приезжает Милиция Кто бы не был Не положено Все Ей вынесут Одеяние Тут же Переоденем Меня спрашивают Ну а у вас Если женщина Вот В брюках Мужской Приходит И вы выводите Из храма Я говорю Нет Так а почему Да потому что Не запускаем Кого выводить То у нас там их И не бывает Ни одна Не войдет Вот приехали Когда среди Недели Там комиссия Какая-то И батюшка Показывает храм Батюшка Не оглядывается Она в штанах Прется туда Я сразу Стоп За штанишки И на крыльце Затормозил Так туда нельзя Все Ну одевать не надо Она через дверь Посмотрела Она уже поняла Она ущербная Я говорю Через окошко Посмотрите С обратной стороны Вы не должны были С машины вылазить А батюшка Вас водит здесь Ну читаю И есть хорошее Поучительные статьи Хотя и с привкусом Вольности И везде Папа Папа Приводит места Из Писания Неоднократно И впереди Представляет Так сказал Святой Отец Так сказал Святейший Папа Если бы Не знал Писание То и я Поверил бы Зачем Однако это нужно Чтобы слова Христа И иных мест Писания Приписывать Папе Папа может И не знает Про эти загугулины Загогулины И меня больше верю Когда сам Закрытыми глазами Чтобы не видеть Эту мирскую мерзость Что и Папа их Бритый На бабу похож За 80 лет Людям И они Скоблятся 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 Бритые водят Зачем? Зачем? И тут же буквально Только перевернешь Страницу Сразу рубрика Жизни Иисуса Христа На двух страницах Где в виде комиксов Мультиков Изображен Христос и ученики И там Все с бородами Их это не облегчает Что католики Совсем Совсем Не так Даже внешне Выглядят Что-то Как у Яговистов Супермирское Подделка Отрицание Святости в жизни Отделения От мира Нет Совершенно Мне Неизвестны Близко Старокатолики Может у них Получше Если кто-то Был Никакой Православии То мне Трудно Поверить Что у католиков Он станет Лучше Строже Внимательнее Духовнее Если туда Будет ходить И как вы На это Смотрите Ну куда Куда идти Вот я Описываю То что По их журналам Встречаемся С ними Колоссяну 2.8 Смотрите Братья Чтобы кто не Увлек вас Философией Ею И пустым Обольщением По преданию Человеческому По стихии Мира А не по Христу Истинно Православный Никогда Не пойдет Никуда Потому что Православие Всего хорошего Достанет Только Надо Это выявить Трудиться Если бы В раз Покаялись Священники Католические По пустительстве Какое у них И сказали бы Что женщина Не должна Носить мужскую Одежду То много ли Из прихожан У них осталось И чтобы Мужчины Не брились Совершенно Не трогали бороду Может Монахи Не только бы И сохранились Они же Видят Что люди Живут По стихии Мира И потому Принизили Планку Требований И плывут В этой Жиже Пропасть Спаства Своей Все им Разрешая А сколько Курят А сколько Масонок Состоят В экуменизме Про шерстих Апостол Павел И можно Сказать Что Лавочку Закрывай А так Много Нас Да Много И у буддистов Много И у мусульман Да толку В то В том Второзаконие 31-12 Собери народ Мужей Жен И детей И пришельцев Твоих Которые будут В жилищах Твоих Чтобы они Слушали И учились И чтобы Боялись Господа Бога Вашего И старались Исполнять Все слова Закона Сего Второзаконие 22-5 На женщине Не должно Быть Мужской Одежды И мужчина Не должен Одеваться В женское Платье Ибо Мерзок Пред Господом Богом Твоим Всякий Делающий Сие Мерзавки Стоят Мерзавки И при том Венщаются В таком виде Я смотрел В ужас Просто приходишь Левитам 19-27 Не Истригите Голой Ваши Кругом Или Кругом Или Кругом Кругом И не Порти Края Бороды Твоей Римлянам 2-13 Потому Что Не Слушатели Закона Праведны Пред Богом Но Исполнители Закона Оправданы Будут Стихотворение Деньги Любят Непременно Счет Не Важно В чем В копейках В миллиардах Иначе Все Сквозь Пальцы Утечет И спустится В рулетку Или в карты Всегда Подсчитывают Прибыль И растрату Насколько Выгодно Занятие Предмет Во что Вложить С прибытками Взять обратно Не мелочи В кармане Чтобы иметь Насколько Выгоден Я сам Наземный Что Тратят На меня Счет До копейки По осени Дадут Колось Озерна Увидеть То уже Сейчас Умейте Что Есть На мне Во мне И подо мной Оно же кем-то Сварено И сшито В любое время Летом И зимой На мне Одежда Есть И как обычно Сытый Шахтеры Гибнут В шахтах Не за грош Мотает Траулер И будет Сель в тарелке Бог Подобьет И толк Когда помрешь Убыточные Есть И то Нередко Куда На что Не положу Свой взгляд Стекло В окне И рам Общей Так Краски На все На все А это Все подряд Притом С утряской Плотно Под завязку Должник За вещи Платье За еду И за Жилище Светлое С порогом Кто делал Это Пусть ко мне Войдут Хочу Их Все Хоть Мысленно Потрогать То есть Вот я Посмотрю На что Вот этот Дом Я вошел Я его Не строил Дерево Смотрю У меня Еле растет Береза Не садил Ворота Железные Не делал Решетки Новых Как не делал Мне это Бог дал И стол Не делал Я должник Перед всеми Кто-то Прикасался Я бы хотел Их принять Если всех Кто-то К чему Прикасался Кто печатал Вот отпечатали Я поехал В типографию Это в другой Республике Алтай И там Отблагодарил Всех Подарки Сделал Я хотел бы Видеть их Людей Я везде Должник Я ничего Не умею Делать Сам Обувь Шитая Одежда Кто-то Ткал ее Кто-то Хлопок Растил Куда не посмотрю Моего ничего Нет Да кто же Я такой Так же сказал Вот я не строил Зашел в готовый дом Я строил дома Полы настилал Окна вставлял Печи делал Вот так надо понимать Что мы Должники Всем И рядом Столб И щита провода Электростанция Незримая В придачу Забьюсь ли в горы В келью И тогда Я в этом плане Не переинащу Со мной книги Крестики Топчан Как Возместить долги Прищедро должен Нас смогут Вещи умно Облечать Внимание К совести Подай нам Дивный Боже Понятно Понравилось Понравилось Вы все Должники Я ребенку говорю Ты еще не родился А тебя уже ждали Все приготовили Ты очень нужен Цени себя Гляжу Голову поднимает Ты учись Чтобы у себя След оставить А не просто Наследить О чем Католиках О католиках Ну сейчас Закрываю Давай Церковь Католики Так Еще Сейчас Посмотрю Какой вопрос Еще один вопрос Возьмем Для Последний вопрос Вот Это мы Должны Вот сюда Наверное Войти Ну да Как раз Один вопрос Очень хороший Большой вопрос Сейчас мы Откроем И Вставим Увеличим Вот Кто будет Слушать Смотреть Молитесь Чтобы В этой Механической Кутерьме Духовного Не потерять Дальше Вопрос 3467 22 Открытым окон Кто такой Епифаний На которого Некоторые Ссылаются Что он Новомученик И категорически Отрицал Общение С литической Московской Патриархии В любом виде Что интересно Стараются Канонизировать Кто И кого Канонизировать Стараются Вот Ну просто так На вскидку Как говорят Не выбирая ничего Кого Канонизировать Стараются Все сваливаются Киана 844 Ваш отец Дьявол И человек Убийца От начала Он отец Всякой лжи Кто Евгения Родионова У него крестик На шее Там был Какая шея Это когда Отрезали Ну куклю Возьми голову Отними и повешивай Может удержаться Ложь Непрерывная ложь Кого надо Ну на очереди Жуков Теперь говорят Суворов Там канонизировать Уже очередь Сталина Икона Появили Кто Самые кражадные Идут Так Гитлера Сейчас Моторолу Он покровитель Лифтов Ну безумие То есть По неволе Когда задумаешься И понятно Куда скатывается Кто это Из Евангелия Теана 844 Вся эта канонизация Кровавая Вакханалия идет Кого сегодня А канонизировать Стараются Кто убивал А никого убивали И теперь Ивана Грозного Так бьются Ивана Грозного Тиран Деспот Сколько на нем Крови Не выскажешь Канонизировать надо А почему кровь На запах идут звери И канонизировать Так кто Ответ Он не мученик А исповедник И взят Не за веру А за террористическую деятельность Вот так Так что Исповедничество Еще под вопросом Даю данные Из брошюрки Желтого цвета В 48 страниц Без исходных данных Вообще Где Когда Кем издано Схимонах Епифаний Чернов Александр Андреевич Родился 27 августа 1909 года Умер 15 ноября 1994 года С белогвардейскими войсками Эмигрировал Прислуживал У архиепископа Феофана Бывшего Полтавского И Переяславского 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 Это Украина Ушел в затвор И умер В 1940 году Чернов Закончил Военную академию А также Историко-филологический И богословский факультет Софийского университета Вступает В национально-трудовой Союзного поколения Осуществляющий Идеологические И террористические Диверсии Против советской власти В 1934 году Избирается Генеральным пас Секретарем Болгарского отдела НТСНП Готовит покушение На первое Советское преде Болгария Фероскольникова Однако Последний сам Стал невозвращенцем Чем расстроил План террористов Сразу после Вступления Советских войск Болгария Арестовал в плене Этапирован Москву Приговорил 10 годам Около 1905 года Принял Подвиг молчания После чего Направлен В психиатрическое отделение Медицинского специализатора Тюремного типа Где после укола Возвоночника Устрадальцы Отнялись ноги В 1953 году Попал под мистик Он освободился Лидин в 1955 году По состоянию здоровья С диагнозом Мутизм Потеря речи И парапорез Нижних конечностей В 1966 году Впервые заговорил И уходит в затвор В 1978 году По основному вывозу Племянница эмигрирует в Швейцарию Потом во Францию С мая 1980 года В юрисдикции Мотофеевского Синода Старостильных церквей Эпоха Эллады Его биография Очень не близка Я также был готов Стать террористом Вот маленько Даже непонятно Не торопись Чего ты торопишься На работу Да Также был помещен Помещен в психиатрию Где ушел молчание Но вот тут Наше сходство Полностью заканчивается Посудите сами Сам Чернов строит Своё пование на том Чтобы не заразиться Ересью И как нужно быть К тому готовым При антихристе Который уже пришел В лице советских правителей И патриархийной церкви Которая им Несомненно Причисляется К ереси и антихристу В 20 страницах Выдержек Из Феодора Студита Находим слово Ересь 300 раз На каждой странице По 12 раз Что это? Не помешательство Или на самом ереси? Во всей же Библии Слово ересь Встречается всего-то Только 6 раз И ни разу в том смысле В каком ее потребляет Феодор Студит Или Чернов И их почерневшие последователи Деяние 24-14 Не в том признаюсь тебе Что по учению Которое они называют ересью Я действительно служу Богу отцов своих Верую всему Написанному в законе Пророка 2 Петра 2-1 Были и лжепророки В народе Как и у вас будут Лжеучители Которые ведут Пагубные ереси И отвергаясь Искупившего их Господа Навлекут на себя Скорую погибель Деяние 15-5 Тогда восстали Некоторые из фаисейской ереси Уверовавшие И говорили Что должно Обрезывать язычников И заповедовать Соблюдать закон Моисеев Учение первых христиан Все Все называлось Иудеями ереси И доказательством Тому что еретиками Были сами Обвинители иудеи Некоторые из фаисейской Ереси Павел Выставляет то Что он лично верит Всему написанному В законе И пророках Апостол же Петр Не приводит нигде Иного определения Ереси Как то Что враги Отвергаясь Искупившего их Господа Остались без Христа И апостол Иоанн Под понятие Антихрист Не вгоняет Тысячи вариаций А всего только Один определитель Сегодня Черновым Этого Ох как мало Студит На этом материале Вообще Бы ничего не создал А вот Уже на правилах Василия Великого Сегодня всех Обклеили Ересиками Еретик Антихрист 2 Иоанн 1.7 И во многие Облестители Вошли в мир Неисповедующий Иисуса Христа Пришедшего Во плоти Такой человек Есть Облеститель И Антихрист Приводится В этом пространстве На 20 страницах И 30 мест Писания Но как И часто По церковнославянски Вот обращик Рассуждений Студит Страница 24 Вопрос о церквах Оскверненных Священниками И вступившими В общение с Ересю И занимаемых ими Можно ли Обходить в них Для молитвы и Псалмопения Отнюдь Не должно Входить Такие церкви Для указанных целей Было написано Все оставляются вам Дом ваш пуст Матфея 22.38 Подлинно Как скоро Введена ересь То отлетел Ангел-хранитель Тех мест По словам Василия Великого Письмо 230 И такой храм Стал обыкновенным домом И не в Ниду Говорит Псалмопевец Церковь Лукавную Псалм 22.38 А апостол Говорит Кое сложение Церкви Божией Саидолы 2 Коминфонам 6.16 Я не могу Проверить Действительно ли Феодор Студит Так говорил И потом Хочу верить Чернову Феодор Студит Главный Авторитет у Чернова Жил более Тысячи лет назад В 759 В 826 Годы В 787 Году Закончился В 787 Вселенский Собор Против иконоборцев И на 40 лет После этой победы Студитский Игумен Замкнулся На иконоборцах И ничего Иного Вокруг не видит Я прямо говорю Не боюсь Что он святой Он ничего Не говорит больше 40 лет За иконы За иконы За иконы Куда пришло Мироточение Средоточение Кровоточение Прошло уже 200 лет Как Мухаммад Наращивает силы Комет умер В 632 году Уже трясет От его Полчишь Всю Византийскую Империю А Феодор Ничего этого Совершенно не видит Ему бы Иконоборцев Не сничтожить Ни у Феодора Студита Ни у ревностного Ученика Схемонаха Епифания Чернова Ни словечка О том Что Христос Зовет всех На пропыть Евангелия Нигде Ни разу Главное Поглубже Зарыться Спрятаться Чудовищная Бешеная Ненависть Коммунистам А она Перекинулась На патриархию Так кто же Им-то скажет Об истине Учитель Чернова Архиепископ Феофан Ушел в затвор И монах Не выше своего Учителя Сталским монахом На самом дне Ущелья Которое было Показано В видении Пахомию Слова Сказанные Христом Как иудеем Сегодня Любой Свободно Прилипает К своему Недругу А тот К нему Дом твой Пуст Ну как Вспомнил Пахомия Он молится И вдруг Остановился С этой Хора Сносили Впал В прострацию Ученики На него Смотрят И ждут Когда он Будет Из этого Состояния Он вышел Отче А что ты Видел Они знают Что ты Видел Братья А сколько Нас Одиннадцать Тысяч А я Увидел Сейчас Глубокую Темную Пропасть И на дне Ее монахи Монастырь То не на горе Стоит Да никто Не может Вылезти Они не видят Друг друга Лбами Друг друга Бьют По стенкам Карабкаются Как жабы И только Единицы Уползают Оттуда Это все В житиях Написано Как это Можно было Не видеть И он Стоял Опустил Руки А я Их Веду Служба Идет А священника Это ни одного Нет На 11 тысяч А почему Священника Нет Очень Ну храмы Есть А священника Нет Нельзя Сразу Раздоры Будут Где священник Там мира Никогда не будет Великий Пахоми Видел это Почему же Не пошли По этим путем А Пахоми Где Мощи Найдите Это я их Начитывал Симфонию Составлял На жития святых Иди Проверь Насчет Ангела-хранителя Ссылка На Василия Великого Как на авторитет А тому Кто открыл это Что себя нужно Отнести Именно К московской Патриархии Да Что все ереси И вешают Где-то А кто это сказал Пойти к этим Старостильникам Может только уж Повсе потерявший Из виду Христа Его святое Евангелие А с этими Старостильными Греками Наши доморощенные Старобрядцы Всех толков И разговаривать Не станут Как с полновесными Еретиками Как турецкими Данниками Имеющими Пеструю веру Помогшими Мордвину Никону Извратить Истинную веру На Руси Вот так Старобрядцы К нему Так относятся Старостильникам На Таинство Вот что они говорят Никогда Нигде Никогда Не говорил Матфея 25 18 Получивший же Один талант Пошел И закопал его В землю И скрыл Серебро Господина Своего деяния 22 23 Между тем Как они кричали Метали одежды И бросали пыль На воздух Мне немного Приходилось Встречаться С приверженцами Этой угрюмости И делается страшно Кажется Что эти люди Уже при жизни Закованы В латы лютости Похулили Духа Святого Понося Таинство Христов Везде Кроме своих Никому Кроме них Неведомых Им везде Вокруг Меречатся Еретики И одни Только еретики Все в ад И только они Одни избранники У Бога Еговы Под правило Вевасилия Великого Где говорится Об еретиках Или раскольниках Они с шутовской Эквилибристикой Вставляют Любое православное Общество Любую автокефалию Сотворили Бога Себи по образу Своему Составляют Таблицы Графики Выявление Ереси Брошюра Так и называется Предисловие К уставу По охране Церкви Тайной Катакобной Времен Антихриста Правила От поведения Во время Господства Ереси Может быть Потому что Самим Давным-давно В расколе Ереси Человека Ненавидничества Ерес Называется Человека Ненавидничества Человека Ненавидничества Римляна 2.1 Итак Неизвинителен Ты Всякий человек Судящий Другого Ибо Тем же Судом Каким Судишь Другого Осуждаешь Себя Потому что Судя Другого Делаешь Тоже Грекист Скажет А ты Нас Не судишь Я показываю Как есть Обстановку Всего-то Ничего Непослушание Подумаешь Совета Не спросила Не кто-то А жена Она мешает И бьет по голове И очень сильно Глава Есть муж Конечно Не сожитель Как приложение К постельному белью И не Адам жену Сперва обидел Зато Теперь Все Жены Слезы Льют Не состоится Дело Без совета Хотя бы Высилась Громада Новостроек Там Ни одна Семья Уже Отпета Своими Языками Себе Могилу Роют Бестрепетно Бесстрашно Охладела Одна Осталась И известно С кем Гутарила Со змеем И С непокрытым Телом Сад Разгорожен Дом Совсем Без стен Обмолвилась Хотя бы Полсловечком Мол Собеседник Крайне Отыскался Красавец Змей Шипит По Человече Адам Букрыкнул Прочь Скорее Кайся Трагедия Страшнее Чем Чернобыль Смерть Расползлась Как Клетки Все клетки Заполняя Змей Был мудрее Чем С динамитом Нобель Брак Разнолик Не зря Жон Линяет Жена Да ищет Послушание Мужу Когда он Светом С неба Просвещен Иначе Будет С каждым Днем Все хуже Муж Сделается Зверем Жутким Палачом Склоняя Голову Ищи Благословения Слова Господни В послушании Мужу Недрагоцене Слезинки На коленях Без Самовласти Жены И муж Не тужат Сумели ж Нехрести Суседи Мусульмане Щадру Накинуть Балаху Наблечь У них Жена Нють Не отаманит Иначе Вышвырнет А то И тыкву С плеч То есть Голову Отрубит Понравилось? Да Так А чем Лечь идет? Фой О канонизации Какой-то Этот Епифмученик Ой Не то Нажал Подожди Минутку Церковь Канонизация Эпифания Все На этом У нас Все больше популярность Набирает События дня